Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Итак, вынужденное мероприятие по охране российских лесов или секретная правительственная операция под названием «Бей бобров, спасай Россию». Давайте разбираться. Нашествие острозубых животных, типа хордовых класса млекопитающих, карательного отряда грызунов. А вот давно спланированная программа фашистской Украины. Как бы печально это ни звучало, но наши бывшие бобротимы оранжевыми, как украинская революция, зубами, готовы сгрызть все исконно русские берёзы. А не собираются ли эти лесные строители европейского будущего соорудить плотину на бобровых реках крови? Дамба, построенная укробобрами, поднимет уровень и разольёт воды проукраинской пропаганды на нашей территории. А теперь представьте, что будет, когда у нас в стране закончатся деревья. Ответ очевиден. Бандеровские резцы примутся грызть деревянных футболистов сборной России по футболу. А вот ещё одна угроза для нашей великой футбольной державы. У вас всё ещё остались сомнения, что ко всему этому причастны украинцы? Тогда обратите внимание на передние зубы известного украинского политика Арсения Яценюка. А не бобровый ли это прикус у представителя кровавой хунты? Вам мало доказательств? Тогда прочитайте в любом учебнике по зоологии, как называется жилище бобров. Хатки. Не дома, не даже квартиры, а как у украинцев, хатки. А теперь просто посмотрите на фотографию, на которой изображено место трапезы беспощадных зубастых карателей. Как видите, и здесь работает известный хохлядский принцип Незьим, так понадкусую. Вы когда-нибудь обращали внимание, что если в слове бобр просто заменить четыре буквы, получится слово НАТО? Совпадение? Не думаю. Все еще считаете, что бобр добр? Тогда посмотрите секретный видеоролик, на котором прекрасно видно, на что способны эти лесные, не побоюсь этого слова, звери, когда находятся на боевом задании. Единственным человеком на Украине, который хотел сообщить всему миру о бобровом заговоре, был Виктор Федорович Юнукович, который еще в 70-х годах прошлого столетия, как бы предупреждая, срывал с людей шапки из бобра. В наших силах повысить боброоборонительную мощь страны. Не дадим острыми, как лезвие зубами, бобрить наголо великую Россию. Поставим капкан российского патриотизма на отряды грызуна Унсо. На сегодня все. Всего доброго. Э, простите. Всего доброго. С вами был Дмитрий Киселев.